Добрый день всем зрителям Живого ТВ. Сегодня у нас 20 апреля и как обычно по воскресеньям 17 часов в эфире передача Точка Отсчета. Я не буду награждать многочисленными красивыми эпиденами нашего сегодняшнего гостя, я думаю для многих он в представлениях не нуждается, но все-таки я обязан представить. Сегодня в гостях у нашей передачи лауреат «Золотого шлема и терного пояса», фантаст года 2003 по версии издательства «Эксмо», номинант книги «Диннесса» и участник же книги «Диннесса» как самый опубликуемый российский писатель-фантаст Василий Васильевич Головачев. Добрый день, Василий Васильевич. Добрый день. Начнем мы естественно с самого начала. Как обычно, вопрос, который я задаю уже состоявшимся авторам. Василий Васильевич, давайте вспомним, как все начиналось, как появился писатель Головачев. Вспоминать тогда надо с самого... С 11-го года. С 11-го года. Да, практически. Да, ну скажем, лет 60 назад родился мальчик Василь Головачев, сразу задумался о том, как бы ему написать фантастическую книжку. Но остальное вы знаете, учеба, институт, армия, вот, ну все остальное достаточно просто. А как, собственно, появился писатель, как появились первые публикации, как пошел первый роман? Здесь и все просто, и все сложно, потому что, как бы, у каждого очевидно, я так думаю, своя судьба, и почему сложилось именно так, я не знаю. То есть, наверное, было где-то там на скрижале, как говорится, написано. Потому что меня всегда волновала фантастика, всю жизнь я ее читаю, скажем, вспомню с 12-летнего возраста. А свою собственную библиотеку я начал создавать в 15 лет, то есть я обучился в 8-м классе. С тех пор эта библиотека уже более 6 тысяч книг, только фантастики. Вот, и продолжаем пополняться. А вот писать я начал, опять-таки, в школе, и это было, конечно, ну, по темным именам, все-таки это было очень громко. В стенгазете, Жубовской школы возникали некие фантастические рассказы, которые, кстати, не сохранились, очень жаль. Потом была, я учился в Рязани, в Радиотехническом институте, там была тоже своя стенгазета «Радист», потом уже пошли газеты «Посолиднее», и в 69-м году первый рассказ вышел, тогда еще газета, не журнал, а «Студенческий меридиан». Ну, в общем-то, ну, такой путь потихоньку он реализовывался, хотя я не задумывался тогда, что вот стану писателем, мне было интересно, и самое интересное, что мне было интересно писать то, чего не было, вот чего мне не хватало. Я всю жизнь любил космос, звезды, так сказать, даже хотел поступать в Адельский экономический институт, сложилось так, и поэтому грезил, естественно, полетами на планеты, в другие галактики, ну и так далее. Я восполнял то, чего не получало писателей того поколения. Вот это была наивная фантастика, но она мне, кстати, нравится до сих пор, потому что эта наивная фантастика родила то, что мы имеем сегодня, так сказать, очень большой пласт литературы, который давно утвердился, и независимо от критиков, как бы ни говорили, все-таки фантастика – это своеобразный жанр, но этот жанр вас требовал, он живет внутри нас. В 2004, по-моему, году, да, вы получили премию, в том числе, премию, да, в ознаменовании 35 лет вашей творческой деятельности. То есть получается, что первый роман вышел в 1969 году? Нет, нет, это рассказ, это вышел в 1969 году. А, первый рассказ. Первый рассказ. Ну, это вот, по сути дела, и начало пути. А первый роман? Первая книга в 1979. В 1979. А что это было в названии сейчас? Ну, это непредвиденные встречи, в которой, в общем-то, эта поезд стала началом большой эпопеи реликтов, хроники реликтов. Я шел к этой книге очень долго, я начинал писать еще, когда ехал служить в армии, я служил в Дальнем Востоке, и закончился тут в 1972 году. Вот с 1972 года я, по сути, ее писал потихоньку, эту поезд, написал в 1978, предложил издательство, но вышло она только в 1979. А что это было за издательство, я сейчас не помню. Я в Днепропетровске жил, и там же было издательство «Промень», «Пламя», вот, и, ну, сейчас оно уже «Синч» называется, это издательство. Ну, там издали две моих первых книги, вот, «Стрелик» и «Предвиденные встречи». Ну, в основном, последние там 10, 20, наверное, даже 30 книг ваших выходит в издательстве «Эксно», и вы воспринимаетесь всеми как постоянный активный автор фантастики издательства «Эксно». Как начиналось ваше сотрудничество, собственно, с чего, с какого романа, и почему оно так плодотворно, и сколько лет уже продолжается? Ну, с издательством «Эксно» я сотрудничаю с 1995 года. До этого времени я сотрудничал с издательством «Флокс», и вышло 10 моих первых книг, как бы, собранных сочинений. Первое собрание сочинений. По тем временам это было, конечно, очень здорово. Потом я работал с «Армадой», с «Центром Полиграфом», и вот, каким-то образом, так все сложилось, что в 1995-м взяли мой роман издательство «Эксно» «Бич времен», и с тех пор я работаю с ними. Ну, это, наверное, комфортно, в общем-то, такое ощущение, когда ты первая, ты востребован первым читателями, вторых издательством, которое, в общем-то, как бы, к тебе благоволит в каком-то отношении. И вот мне с ним очень неплохо работать, поэтому я, как бы, эксклюзивный автор, да и зачем, в общем-то, искать. Я знаю, как многие писатели переходят издательство «Вам книжка, здесь книжка, это самое», то есть здесь нет смысла, потому что и так все в этом отношении для меня складывается хорошо. То есть книги выходят большими тиражами, практически с 1995-1996-го годов все книги с новыми бестселлерами, то есть очень большими тиражами выходили, вот, и нет смысла менять издательство. По результатам вашей многолетней творческой деятельности, книга Гиннесса, российская книга Гиннесса, вручила вам приз как самому активно публикуемому фантасту современной России. Там было указано на тот момент 40 оригинальных книг с оригинальными названиями и тиражом 16,5 миллионов экземпляров. Сейчас, наверное, эти цифры побольше. Ну, как вот вы сами смотрите на этот творческий путь, то есть это достаточная граница или вы не собираетесь останавливаться на достигнутом? Ну, каждому человеку дается своя энергетическая нишка, как бы, так сказать, ну, или запас, или энергозапас, творческий запас, в том числе. Я считаю, что и у писателей он есть, и хотя я пока не знаю каких прецедентов, чтобы люди останавливались, но писатели с нами сказали, все, я не хочу больше писать, не буду. Вот, вы знаете, я подошел к такому пределу, когда я понимаю, что я уже лучше, чем, вот, скажем, писал Роман, тоже посланник, там, я не напишу. Не в том смысле, что я плохо пишу, я иначе пишу совершенно, потому что я и вижу уже, воспринимаю мир иначе. Вот, но по сравнению с тем запасом сил, который у меня был, скажем, лет 20 назад, естественно, это вот все-таки некое уже отставание. Не хочу отставать, не хочу, чтобы читатели, потом читая мои следующие книги, говорили, о, у Беловачева раньше было такое, а сейчас все начинает. Не хочу спускаться, поэтому вряд ли я, конечно, закончу, как писатель вообще бросить писать невозможно, это образ жизни. Но вот в таком темпе, в каком я работал до этого времени, это вот, начиная с 95-го, два романа в год, а то и больше, получалось иногда, скажем, 5 романов за два года, и рассказы еще. Это очень тяжело писать на самом деле, и начинаешь иссякать, иссякать духовно, душевно, политически, так сказать, творчески. Это плохо, поэтому на будущие, скажем, времена романы будут появляться, очевидно, но гораздо, гораздо медленнее. Наверное, все-таки вы планируете какой-то параллель в вашей деятельности. Я знаю, что вы участвовали, не то, что участвовали, а самостоятельно писали сценарий для экранизации своего романа «Смерш», для фильма «Смерш-21». То есть, может быть, вы собираетесь, как многие авторы, сейчас перейти в сотрудничество с кино с телевизионной индустрией, или нет? Да, это путь иной, это путь интересный. Действительно, три года назад я вознамерился, как бы, имея некую идею и имея некие обещания. Вы знаете, что любой фильм требует финансовой подпитки очень мощной. Ну, то есть, мне обещали помочь с реализацией фильма, я написал сценарий «Смерша». Конечно, что значит «написал»? Я его писал-то, в общем-то, чуть ли не полгода, потому что было, скажем, 12-й вариант моего личного сценария, только, так сказать, над ним уже начинал работать режиссер. Да, я писал сам. Это интересно, это иная работа, не менее ответственна, потому что, если, думаю, книгу, так сказать, прочитали, и тебя не видят. А здесь киноиндустрия, чем она отличается от литературы, там автор вот такого рода творчества становится известен миллионом и сразу, мгновенно. Телевидение доносит, да и кино потом приносит, так сказать. Если здесь ошибиться в начале пути, чего я не хотел бы, то дальше путь будет закрыт. Но я надеюсь, что я не ошибся, потому что сценарий потребовал очень много энергии и сил. И это иное произведение совершенно, хотя это и СМЕРШ, СМЕРШ-2, основа, база. Тем не менее, это иное произведение, и оно будет читаться и смотреться будет иначе. Давайте тогда немножко поподробнее расскажем нашим зрителям и нашим будущим читателям из мира фантастики, все-таки о том, как снимался фильм, когда его можно ждать, какие перспективы. Собственно, о самой работе над СМЕРШ-21. Понятно. Значит, эта работа заканчивается. Сейчас идет компьютерная графика. Я думаю, где-то летом, в конце лета мы будем уже иметь этот фильм, так сказать. Но поскольку вы знаете, что лето провально по всем отношениям, и мы можем смотреть, не боясь за результат, скажем, иностранные фильмы, потому что они, как бы, приходят к нам опосредованно, все-таки, не сразу. И оценка их, она, в общем-то, не касается, скажем, нашего общества, вот России в том числе. Мы решили премьеру сделать этого фильма в октябре месяце. То есть в октябре этого года кино уже выходит на экран. Да, оно должно быть. Это полнометражный фильм, час сорок он будет длиться. Вот это фантастический боевик, естественно, скажем, с такой истерической подоплекой. Ну, кто читал СМЕРШ-2, в общем, должен понимать, о чем я говорю. Да я не хочу раскрывать, в общем-то. Я могу сказать, что работа потребовалась значительно и мне, как сценаристу. Я не один раз, так сказать, утрясал детали с режиссером. И потребовалась работа студии, очень-очень такая мощная. Потому что для трюковых съемок мы даже очень мощную команду каскадеров нужны были, как бы, принять в свою группу и руководилами Рауда Лофф, который известен, скажем, участием в съемке фильмов, трюковых сцен фильмов, таких как «Пират Карибского моря», то есть «Клиунский» фильм. Поэтому вот я могу точно сказать, что боевые сцены все, все боевые сцены в фильме сделаны суперпрофессионально. И, естественно, это не «Матрица», то есть, да, рисованного много, но, тем не менее, это наша реальная жизнь, и она и просто выходит вновь в плоскость, когда, скажем, борьба добра и зла выходит на уровень нечеловеческих отношений, а никаких других, высших. Когда в нашу жизнь вмешивается, скажем, монарх тьмы, и людям надо каким-то образом защититься. Мало того, чем еще отличается этот фильм от фантастических боевиков, снятых до этого времени. Герой этого фильма – наш парень. То есть это не бандит, не вор, который становится на тут исправление. Это парня поставили, так сказать, да, и пытались убить ее. После этого только он как бы начал организовывать нечто вроде защиты. Ну, пришлось защищать не только себя, но и своих близких, своих друзей. То есть даже здесь психологические нюансы, моменты, когда хочется помогать ему. Уже изначально знаешь, что, так сказать, ты помогаешь добру, потому что не нужно, скажем, отсекать то, что до него был некий, скажем, ненормативный фон, некий хвост криминальных отношений с миром. Нет. Он наш. Это человек, я сказать, что это человек толпы, потому что человек, который взрывается, то есть он стал на путь самореализации, много изучил. Это человек боя, так сказать, мастера корпоративного боя, ну и так далее. Контрразведчик, почему называется еще СМЕЖ-21, как контрразведок в 21 веке. Он наш, и все его, как бы, прохождения уже зависят только от того, в какую ситуацию его ставит его противник. А противник у него там очень мощный. Вот. И, конечно, пришлось повозиться еще с кастингом, потому что хотелось, чтобы актеры нравились мне самому. А кто-то из известных актеров будет принять? Ну вот, скажем, Конкерей играет головой Саша, так сказать. Играет великолепно. То есть человек, который может сыграть вообще лягуру, так сказать. И положительный отрицательный. Здесь он играет отрицательный, вот так. Но играет очень здорово. Матвей Соболевой играет Игорь Петренко, который тоже уже известен нашему зрителю. Володя Овдовиченков, который пришел из Бумеров. Ну, не из Бумеров, он раньше и снимался, конечно. Ну, известен больше по таким вот криминальным боевикам. Здесь играет Боршина, то есть учителя нотерея. Значит, Люба Толкарина играет, Лев Прыгунов. И даже вот у нас снялась, собственно, в роли телеведущей Тина Канделаки. Хотя она не актриса, но она сыграла сама себя как ведущую телеканалу. То есть очень хорошая такая вот творческая команда. А по другим вашим произведениям панируется какие-нибудь кино, телеэкранизация? В свое время было много новостных информационных вбросов по этому поводу. Но кроме СМЕРШа пока ничего не слышно. Значит, идет работа над фантастическим фильмом «Волейбол 3000». Сценарий опять-таки писал «Я по своему мужу рассказу». Я сам немножко играл в «Леву» когда-то, так сказать. Было интересно. В те времена, лет, наверное, скажу вам, лет 25 назад написан этот рассказ. Сейчас я сделал из него сценарий. Это опять «Небо и земля». То есть то, что написано и то, что должно быть реализовано в фильме. Конечно, разные вещи. Тоже очень интересно, потому что написать одно, написать сценарий. Но снять этот фильм будет очень непросто, потому что это 3000-й год, это Олимпийские игры. Это волейбол другого уровня. Это волейбол не только пространственный, но и во времени. Насколько я помню, да, там первый мяч можно подавать со смещением во времени, да? Да, так сказать. То есть подается два мяча, один со смещением во времени, но с опозданием как бы. И второй сразу, вот самый попуск. И это очень интересно. То есть это настолько увеличивает, скажем, вариативность игры самой и зрительского восприятия. Сложно будет снимать, я понимаю. Но если уже заинтересовались, скажем, не только, скажем, инвесторы, но заинтересовался Олимпийский комитет и наша профессиональная волейбольная лига, то мы этот фильм сделаем. А главный герой будет такой же, как в изначальном рассказе. То есть это наш соревнований, который более судебно лишен подвижности, не может опять волейболу попадать в будущее. Совершенно верно. Там была некая, как бы, это такой нюанс странный, что почему его взяли, когда он ногу поломал? Если уж во времени вернулись из первичного года и, так сказать, взяли его и начали там что-то, ну, типа, операции на колени и так далее. Почему? Значит, мы обошли этот, скажем, нюанс таким образом. Да, можно было взять его до травмы, когда он еще играл, который был показанным, но травма сделала его мудрее. Человек мудрее. То есть он понимает. Отдача другая совсем. Отдача после того, как ему позволили друг играть, отдача психологическая. Ну, на порядок выше. Насколько я помню, одна из самых сильных фраз в этом рассказе была сказана главным героем, своему спортивному тренеру, по окончанию турнира, что только выложившись на полную, я имел право попасть сюда и посмотреть на все ваши чудеса. Ну, это оставлено. Да, это оставлено. Ну, опять-таки, это же не просто фильм о волейболе. Это все равно некая грана. Да, очень много компьютерной графики, но это и любовь, и предательство. То есть это нормальный, так сказать, нормальный фильм, где есть герои, где есть жизнь. Да, это фильм очень яркий, спортивный, но все равно у него есть некая база, которая, опять-таки, отличает от обычных, скажем, фильмов, когда смотришь профессиональных. А бог сели, там, 90% делятся, скажем, ну и так далее. И даже если вспомнил клиента Истуда со своей девчонкой, когда он был как тренер у «Чередки мира», помните фильм, я уже не знаю, как он называется, да? И там я смотрел этот фильм, ну там про ее жизнь-то, в общем-то, достаточно мало сказано. Я же говорю, там в основном бои, в основном тренировочный цикл. Этот фильм, может быть, процентов на 50 игровой, но 50% это точно должен быть жизнью, которой должен понравиться всем. У нас сейчас активно наступает с мимильными шагами медийное время, мы все окружены новыми технологиями, поэтому поговорив немного о микронизациях, о кино, о телеверсиях ваших книг, естественно, я не могу не вспомнить и о игрализациях, о играх по мотивам ваших произведений. Насколько я знаю, один из проектов был приведен до логического конца и еще там несколько находятся в стадии разработки. Давайте немножко расскажем нашим зрителям, что, собственно, есть и что планируется. К сожалению, я бы не хотел очень долго акцентировать внимание на этом. Да, по бичу времен сделана игра, хотя идея ствола времен, соединившего очень многие эпохи, взята из моих произведений, скажем, печь времен, скажем, палач времен. Но наполнение другое, то есть они придумали какие-то некие сокровища, скажем, Иван Грозный, ну и так далее. То есть этого я не писал, конечно, у меня совсем другое наполнение. У меня люди уходят во время для того, чтобы воровать сокровища или их искать. Здесь же поиск сокровищ во время. Поэтому эта игра существует. Правда, я не думаю, что она сильно известна, потому что, во-первых, она недавно сделана, во-вторых, не так сильно профессионально, как хотелось бы. Да, мы работаем сейчас со студиями, которые предлагают свои услуги по тому же смешу, скажем, по перехватчику, по посланнику. Была идея, я не знаю, как ее реализовать, потому что там и так в романе семь уровней, то есть семь ступеней, которые проходят. А уж как сделать, это, это должна быть какая-то большая онлайновая игра, которая, стратегия буквально. Не просто поиграли полтора-два часа и все. Это можно месяцами играть. Вот такая игра, да, но она сложная. На профессиональном языке игроделов это называется RPG, playing game, игра развития. Да-да-да, но такую игру я бы согласился, скажем, и продюсировать, и разрабатывать, и принимать участие как сценарист. Но пока были поступления такие, так сказать, предложения только сделать, скажем, однооктную игру с неким вариативным контентом. То есть это просто была такая идея беговая стрелялка без всякого развития героя, без изменений и ничего. В общем-то да, а я не люблю уже беговую стрелялку и сам от них давно отказался, поэтому это неинтересно. Раз мы заговорили о посланнике, собственно, тоже одна из знаковых книг в вашем творчестве и очень активно она обсуждается на порах, в том числе при подготовке к этой передаче на форуме «Мире фантастики» нас был задан вопрос. Достаточно там многословно изложен, я попытаюсь сейчас это суммировать как-то. Идея была такая, что изначально Василий Васильевич вы начинали все-таки с некой звездной космодесантской коммунистической фантастики о продвижении человечества в иные миры, о экспансии, о заболевании, о развитии, об изучении. А потом на рубеже, наверное, ну, как все мы на рубеже 1991-1992 года, почему-то ситуация изменилась, и в вашем творчестве появилось очень много книг, связанных с современной нам реальностью и с героями нашими современниками, которые борются с проникновением темных сил. Собственно, откуда взялся такой сдвиг в Ваше творчество? Я не назвал бы это сдвигом, скажем, просто меня, в принципе, давно интересовали вещи, связанные с историей нашей Родины, с историей Руси, с эзотерикой, с магией, с теми знаниями, которые были похоронены или же хранятся где-то. То есть, этот пласт информации потихоньку пополнялся, он просто перешел в некий рубеж. Я вдруг понял, что... И СМЕРШ-21, кстати, из этой же Междуад, точнее. Мне показалось, что здесь очень много информации и есть много возможностей реализовать себя в этом плане. Хотя я не отказывался от звезд. Понимаете, нельзя писать все время одно и то же. Вот я могу написать роман типа того же СМЕРШ, да после СМЕРШа я писал о времени, скажем, да. После этого я опять вернулся, скажем, к нашей реальности, а потом где-то полгода, когда ты работаешь в одном стиле, в одном плане, нужен некий переход. Это опять космос. Это не отдых, нет, но там ты творишь свою Вселенную, а здесь Вселенная творит тебя, то есть на творчество твое очень сильно сказывается реальность, наша реальность. И поэтому ее знать надо досконально, то есть все нюансы это и как одеться, и как поесть, и как сходить, и куда сходить, и так далее. Это все, это же материал, он должен набираться. И вот это накопление материала, оно тоже в общем-то гнетет психику на самом деле. Я же говорю фэнтезийному мастеру, скажем, или чисто научному фантасту, если он написан в другой мир, легче, легче, потому что это в другой мир его творческая, скажем, работа. Он создал его, и он в нем живет. Он создал. И волен менять законы. А я здесь законы не волен менять, в нашей реальности. Я должен соблюдать некий консенсус. То есть отношение героя с миром, значит, со светлыми силами, с темными силами, все равно они в переплетении должны сохранять то, что есть. Иначе это будет уже сказка. А я работаю на полном серии, не в сказочном плане, понимаете. Фэнтези близко к сказке, и там можно, ну, есть такой герой, скажем, который владеет копьем, другой владеет луком со стрелом, третий – мечом. Те не собираются, получается классная команда, кружат всех черных колдунов, в конце концов. И вот это вот, оно на протяжении каждого фэнтезийного романа существует, потому что без этого нет, по сути дела, фэнтезийной реальности. Вот почему я не пишу, кстати, для меня этого мало. Я не пишу фэнтези в прямом смысле этого слова. Я или ухожу, или добавляю науку сюда, потому что я люблю, когда много информации укладывается в контекст романа. И когда есть возможности, которые не позволят себе другой жанр литературы. А здесь это все очень оконечно переходит в одно другое. Ваши эзотерические романы во многом используют достаточно мощные, активные литературные источники, в том числе, например, в «Помянутом посланники», используется идея веера миров Данила Андреева. То есть вы совершенно целенаправленно разрабатываете вот такие уже готовые что ли наработки, или вы считаете, что эти вселенные что ли дают простор для творчества больше? Ну, Данила Андреева написал розовый мир, скажем. Я просто оттолкнулся от этой информации. Она же очень своеобразная и очень необычная. Точно так же, как когда писал «Смерш» и продолжение, я прочитал перед этим Петра Андреевича Успенского «Вселенная», которую он разработал. Мне страшно понравилась эта идея существования на земле неких цивилизаций, разумных насекомых, которые, скажем, творец решил низвести до уровня наших общественных насекомых, червом, радио и так далее. То есть уменьшил их размеры буквально на два порядка. И все, больше ничего не нужно было делать. Они сами превратились в то, что мы видим сейчас. Это же страшная идея, это страшно интересная идея. Но я от этого уходил дальше. То есть я создавал другие миры, где использовал этот информат. И любой писатель, мне кажется, делает точно так же. Он использует ту информацию, которая у него есть. Да, я горд тем, что я не просто писал розу мира, но я сделал веер миров, в который можно переходить, скажем, и развил эти идеи дальше. Точно так же, как я развил идею Петра Андреевича Успенского, так сказать, можно смеяться, можно, скажем, плакать, но мы очень близки. по, скажем, неким отношениям с миром с тараканами. Вот почему я вывел в СМЕРШе, перехватики и так далее в этом цикле, что тараканы, по сути дела, те тараканы, которые были миллионы лет назад, это наши предки. Тоже интересно было работать. И смешно, опять же, говорю, это самое. И я к этому отношусь, естественно, с иронией. Кто читал, наверное, должен понимать. Но, опять-таки, это же очень интересная идея. Вот я говорю, отталкиваемся от таких идей. И если канал существует, не какие-то, так сказать, который с небесным спускается тебе и дается, так сказать, и он позволяет тебе писать, значит, ты действуешь правильно. То есть, получается, что вы использовали не как некую, что ли, шахматную доску, на которой расставили фигуры, вот эти созданные вселенные, созданные теории вселенных, а что ли, как пьедестал, как стартовую дорожку для развития. Но у вас же был опыт, и когда вы играли на поле уже созданной вселенной, вы написали продолжение романа Толстого, многоцикла, по-моему, продолжение Айлита, да? Это было очень, это интересная вещь вообще сама по себе, Айлита Толстовская, вот она стоит в боковой веточке фантастики нашей, потому что она написана как бы не для того, чтобы показать, есть ли жизнь на Марсе, так сказать, Толстого был совершенно все равно кудаемный, но правильно, поскольку говорили о Марсе, он отправил, так сказать, взоры на эту планету, и наша элита, это жительница, по сути дела, многоцитлов, которые перелетели с Земли туда, на Марс. То есть он писал истории любви, вот, это разные вещи. Я пытался продолжить в некоем плане, но я ведь соединил свой мир, то есть мир того же самого ствола времен, веча времен и мир Толстого. То есть если Вселенная реализует все варианты бытия, отличающиеся на малую долю процента, то среди реализованных вариантов наверняка найдется тот вариант, где на Марс можно полететь вот в той ракете, которую собрел Алексей Николаевич Толстой. Я продолжил это, то есть мои молодые герои прилетели в этот мир, но поскольку я не могу не писать просто так, как-то с ним путешествие, увидели, все описали и вернулись назад довольны результатом. Нет, все-таки нужна драма, а драма присутствует здесь. Но самое главное, что в этом моем романе присутствует любовь, то есть и герой лось спасает аэлиту, так сказать, возвращая к своей любви, и мои поле молодые герои находят себя в общем-то при пересечении вот таких миров. Было очень интересно писать. я сейчас немножко отдалюсь от литературы, немножко мы уйдем в другую область, скажем так, в смежную. У всех наших гостей, которые появляются в передаче, я пытаюсь выгнать один и тот же вопрос. Как вы относитесь к литературным фантастическим премиям? у вас достаточно большое количество их, все они очень оригинально называются, есть золотой шлем, есть черный пояс, как, собственно, вы относитесь, давайте немножко приоткроем карты, что за золотой шлем, что за черный пояс, и что за премия от ассоциации ветеранов вводим. О черном поясе можно было бы не говорить, потому что это такая опосредованная премия, то есть люди, звезды мост существуют в Харькове, это такой конвент, фантастик подоследует, съезжают каждый сентябрь, многие же знают, любители фантастики знают, естественно, все, и там есть студия, которая, скажем, с помощью некоего спектакля показывала сцены из какого-то романа, и потом те, кто видел, его оценивали, угадывали, и вот правильно ли угадали или нет. Получилось, что сцена из моего романа, кстати, это был именно СМЕРШ, угадали ее, так сказать, почти все, кто смотрел. За это мне как бы дали вот этот черный пояс, хотя не мне лично, а моему роману по-сому, то, что он узнавает, то есть это здорово, хотя с другой стороны никакого отношения к литературе к нему. Касается других премий, я к ним отношусь очень спокойно. Я знаю многих писателей, которые премиями совершенно не избалованы, тоже Юра Никитин, но он известен не меньше, чем я, или тоже Сережа Лукьян, тоже Булюковский, так сказать, старейшина нашего цеха, которому тоже, в общем-то, ну, аэлитно, так сказать, вот заслужил человек, да, и все. Ну, мне дали вот, что это золотой шлем, это награда фонда третье тысячелетие, фантастический там, фонд, который там, чему-то способствовал, скажем, да, по поводу того, что я перешел в третье тысячелетие, скажем, и работаю, так сказать, уже давно на пульс будущего, вот, затем тот же самый рыцарь, вот, фантастический, это в Свердловске, то бишь, в Теренбурге, вот, я горд тем, что я получил эту награду вместе с Кирилем Булачевым и Владимиром Савченко, вот, с людьми, которых я очень уважаю, вот, ну, и аэлита, скажем, потом там, что там еще было, скажем, то же самое фантастический, 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 уже неплохая премия, у меня даже есть премия фан-кона, это приз читательских симпатий в Одессе, то есть тоже, ну, то есть наград много, но они, в общем-то, определяют как раз то, что я сделал, то, что, так сказать, люди за то, что я сделал в литературе, вот эти премии, чем я и горд. Фантаст года, насколько я помню, вручается самому продаваемому фантасту, предыдущим. так получилось, что там у меня где-то больше миллиона экземпляров в год выходило, как бы, это самое, но это было в 2003 году, ну, награды есть, ну, нехорошо, что, скажем, но самая большая награда, вы же понимаете, что это все равно, это признание читателя, вот, ну, то есть, если человек, если тираж книг, человека, писателя, расходится, там, более 20 миллионов экземпляров, значит, не просто кто-то взял и сдал, а потом все об этом забыли, эти книги куплены, значит, это вот читатели покупают, правильно, они голосуют за качество, так сказать, вот этих произведений. Вот чем я горд, то, что есть читатели, которые с удовольствием читают мои книги, вот это признание, все остальное, ну, было бы или не было бы, я вот к этим премиям, которые улучаются, интерприз ком, там, странник и так далее, отношусь очень, опять-таки, с иронией, почему, потому что раздаются они, так сказать, в общем-то, не за произведения, невозможно прочитать 700, даже 500 романов в год, ни одному читателю, который бы проголосовал, сказал, вот этот роман лучше, но ведь голосуется именно там, понимаете, это что, люди, которые голосуют, прочитали все книги, да нет же, они знают своих авторов, любимых, за них и голосуют, и получают люди премии, именно за это, а не за качество произведений, хотя, опять же, в топ листе, которые, скажем, 10 писателей-фантастов, да, это очень неплохие, Диченко, например, это самое, хороший писатель, я ничего не могу сказать, Дивов, Олег, хороший писатель, Громов, хороший писатель, ну, то есть, люди, которые заслужили, я считаю, хотя, уверен, наверняка, есть молодые авторы, которые не оценены, и их романы, еще, получат свои премии в будущем, и они будут признаны. Ну, дай бог, что называется, вашими бы устами до медпить, вот, я хотел вспомнить, еще один проект, который сейчас активно уже продвигается, и уже, я думаю, через несколько недель появится на прилавках, ближе к европейскому конвенту, к Еврокону, это сборник, двойной сборник, уникальный для наших издателей продукт, двойной сборник, который вышел одновременно в двух издательствах, в «Эст-Эвак-Сно», сборник называется «Убей чужого, спаси чужого». Насколько я помню, там была довольно оригинальная концепция, вам тоже предложили участвовать, расскажите, пожалуйста, нам поподробнее, но как там все было? Идея действительно интересная, я не знаю, будет ли она коммерчески интересной, но я думаю, что читатели найдутся, потому что идея была такова, скажем, вот существует такая вещь, как как НЛО, пришельцы, которые, скажем, там, постоянно появляются на земле, в всяком случае в рассказах, романах, повестях наших писателей, вот они появились, значит, ведь действительно есть два подхода, первый, чужой совершенно, вот что он несет, так сказать, убить ли его, или же, наоборот, спасти каким-то образом, то есть, на будущее, или для этого же времени, но совершенно иначе отреагировали на появление пришельцев на земле, или в Солнечной системе, вот, ну, естественно, поскольку авторы все разные, они пишут по-разному, скажем, у меня была своя идея, я написал свой рассказ, на мой рассказ написал, насколько мне помнится, свою антитезу Владимира Михайлов, я же писал антитезу, то есть, рассказ по рассказу романа Злова. А антитеза, это как, то есть, вам проделопоставление, то есть, если я пишу спасти пришельца, то, вот, Владимир Михайлов должен был писать убить пришельца. В одном и том же антураже? Ну, примерно, нельзя, нет, это же не будет правильная сия, антураж один и тот же, потому что, ну, тогда, надо все менять, как бы, в сериале, и ты уже привязан, к той идее, а здесь, нам дали все-таки свободу фантазии, как бы, и мы, в общем-то, либо убивали, либо спасали. Ну, интересно было работать, потому что, я ведь не кровожадный человек, но я страшно люблю, когда, скажем, меня контролируют, а уж если контролируют человечество, ну, как такого пришельца, ты елки-палки, отставить живу? Ну, что ж, довольно забавный проект, я думаю, что наши зрители, кто заинтересовался, посмотрят эти книжки, мы сейчас перейдем к вопросам из форума, из чата, тут, на самом деле, довольно провокационный вопрос, уже несколько раз он появлялся на форуме, автор упоминает вашу книгу про узбопудущее, где присутствует следующая вещь, некий астрономический термин, поиск-пойпер, прописан под ссылочкой, единичка там стоит, снизу написано, что если вы хотите узнать, что такое поиск-пойперы, получить исчерпывающую информацию, и дальше следует, как в телевизионных шоу, пришлите смс с номером таким-то на номер такой-то, как вы к этому относитесь, и вообще в курсе ли вы, что ваши книги используются таким образом? Значит, ну, это первое, это явно ошибка издателя, то есть разговор об этом шел, некая компания, которая, скажем, действительно хотела развить роман после романа, допустим, я не знаю, как это отнести к фантастике, то есть вот, если ты не успеваешь, или не хочешь, или не можешь написать подробно о том термине, или о том варианте событий, которые могли бы быть, то давайте сделаем такую вещь, скажем, если читателя это заинтересовало, он взял, набрал на нужный телефон, скажем, и получил ответ на этот, либо в аудиовиде, либо визуальном, да, но поскольку мы вот, это разговор был в издательстве, мы просчитали все варианты и поняли, что так делать нельзя, потому что читатель получал, скажем, гораздо больше затрат, чем он рассчитывал, то есть он прочитал книгу, а там еще 10 сносок, и за каждую сноску надо платить, и получалось, что книга тогда стоит не там не 100 рублей, 200, допустим, как она запланирована, а гораздо больше, вот, то есть этот подход неправильный, очевидно, но поскольку я вариант такой, как бы, просчитал, дал 2 или 3 сноски, которые могли бы стать основой для такого контента, ну, либо редактор не убрал, скажем, от самого, потому что не должно быть таких вещей, но это вот, для меня это загадка и предмет для разбирательства и издательства. Еще у нас на форуме прозвучал такой интересный вопрос, в принципе, я тоже хотел спросить, но там его облекли в такую обличительную форму даже. В первых ваших книгах, которые повествуют о противостоянии наших современников с силами зла, там, например, ну, не только наших современников, но, в первую очередь, в посланнике, да, так или иначе, присутствуют некие православные иерархи, то ли это там какие-то старцы, то ли это там какие-то монахи, ну, просто они там помогают каким-то образом главным героям, а в романах более поздних, уже к нашему времени, вы часто стали использовать древнюю языческую славянскую веру, то есть, так называемое равноверие, как сейчас принято говорить. То есть, как вот получился такой переход? Опять же, это не дело революции, это дело накопления информации, то есть, я к этому шел очень долго, да, я не христианин в том плане, несмотря на то, что я крещеный, то есть, бабушка водила меня в церкви, меня крестили, я этот момент помнил, вот, но я не христианин, так сказать, в этом плане, потому что я иначе отношусь к тем богам, которые были издалены в Руси. Я говорю, это складывается из-под воли, скажем, деталька к детальке все, эта информация накапливается, накапливается, ты, наконец, начинаешь понимать, что то, с чего ты начинал, может быть, ложно, или же повернуто не так, и следует искать информацию в другом месте. Эту информацию я ищу до сих пор, и вот сейчас я уже точно понимаю, что была совершенно, в России совершена агрессивная вещь, то есть, это крещение Руси, которое нельзя было допускать каким-то образом. не потому, что это, скажем, влечет и влекло за собой появление христианских, скажем, цвятынь и так далее, нет, я как раз к вере людей отношусь нормально, то есть, ну, не хотите понимать, верьте в этом смысле, да, я уважаю веру его плана, потому что, очевидно, она помогает жить в наших тяжелых временах, но тем не менее, скажем, я хочу в этом разбираться, поскольку я действительно давно ищу информацию и понимаю, что даже в православии есть некая калька христианства, хотя при этом многие языческие праздники так и остались, только они были переиначены и привязаны к тем датам, которые праздновали наши предки. Об этом сейчас очень много информации, так сказать, вылилось и в том же интернете, вот, и уже существует Совет Славянских общин, и сами общины, то есть, ну, я славянин, как бы, по уроку, поэтому мне было интересно искать именно эту родовую информацию. Я ее нашел и нахожу до сих пор, вот, и я не считаю, что это уход какой-то, скажем, или очернение того же православия. Оно существует, оно делает свое дело, хотя, опять-таки, там очень много отрицательных моментов, но это просто тема другой беседы, то есть, это иная информация. Но я, опять-таки, хочу сказать, что я никого никогда не оскорблял, так сказать, это самое, просто я всем говорю, что ребята, во-первых, я фантазов, во-вторых, я не христианин, потому что моя вера Бога. Я этим никому ничего не мешаю. Что ж, время нашей передачи, к сожалению, подходит к концу, нас осталось уже не так много минут. Если кто нас сейчас смотрит, хочет задать Василию Васильевичу вопрос, прошу в чат, а я пока из перечисленных в чате вопросов один задам. Естественно, поскольку у нас интернет-телевидение и смотрят нас в основном из интернета, люди задают вопрос, каким образом строятся ваши отношения всемирные паутины? С одной стороны, я совершенно точно понимаю, что мы уже ничего изменить не можем и к чему мы пришли и к чему мы придем будет очень сильно отличаться от того, с чем мы начинали, имеется в виду с появлением интернета. Ведь вы знаете, что интернет не просчитанный ни одним фантазом, кто бы это ни говорил. Лема об этом как-то сказал, что это вот его идея, а сам не его идея все же. Вся его фантоматика не основана на принципах работы интернета. Вот. Эта вещь очень сильно изменила уже и изменит нашу цивилизацию. Не знаю, в хорошую или плохую сторону. Мне кажется, плохой, потому что несмотря на поиски информации, который дает возможности поиска информации очень быстро найти нужную, там, кроме этого, очень много неполезного. Мало того, неполезного не для нас, взрослых, которые понимают ошибочность некоторых тенденций или же понимают порочность того, что дается в интернете. А это влияет на наших детей. Великому сожалению, очень часто плохую сторону. Потому что вы же понимаете, человек, который научился работать на клавиатуре, так сказать, но при этом остался неграмотным, он так неграмотным и останется. Мало того, те, кто туда входят, редко пытаются сделать что-то в нашем реальном мире. Они живут там, а кто за ними должен ухаживать? Они себя обеспечили. То есть, вы понимаете, что тут сразу целый сон вопросов, которых надо решать, а у нас нет законодательной базы. Это тяжелый вопрос, это мы еще с этим столкнемся в будущем. Не знаю, даже ухли. Ну что ж, огромное спасибо Василию Васильевичу за то, что пришел сегодня к нашу передачу, за то, что ответил на все вопросы достаточно интересные и познавательные, я думаю, как для поклонников Василия Васильевича, так и для наших постоянных зрителей. А мне остается только пожелать всем удачи, напомнить, что через две недели, как обычно в эфире передача «Точка отсчета» и немножко приоткрыть завесу тайны над теми чудесными фигурами, которые за нашими спинами велигали все время передачи. Сегодня мы вели нашу трансляцию из Академии художеств Церетели из зала Шагарова. До свидания, до следующей передачи. Всего доброго, будьте здоровы. Субтитры создавал DimaTorzok